Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на неделю с 8 по 14 августа 2022 года. Помогут мне в этом стольер Таро, а также Ленорман Утопия, именно эти инструменты и покажут нам ваш предстоящий событийный ряд. Поэтому настраивайтесь на расклад и на получение информации, подумайте о том, что вас беспокоит или вас тревожит. Мы с вами будем смотреть, анализировать и, собственно говоря, делать выводы. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что же у нас здесь? Рыцарь Мичей, Шестерка Пентакли, Тройка Жезлов. Ой, ну вот тут такая палочка-выручалочка, потому что по этим картам называется ЧПДЛ спешат на помощь. Будете оказывать помощь тем, кто мне нуждается, потому что, ну, знаете, для кого-то это закон отработки вашей кармы, а для кого-то это личная внутренняя необходимость, потому что, помогая другим, вы осознаете, что вы помогаете себе сами. Плюс это может быть незапланированная какая-то поездка, причем поездка служебного формата, это может быть служебная командировка, ну и реализация каких-то планов, целей и задач, которые вы прописывали себе ранее, связанные с этой поездкой. Будем смотреть в целом. Итак, если анализировать с точки зрения личной жизни и на текущем этапе вы свободны, то как мы видим, это знакомство в поездке, либо это знакомство на расстоянии. Но это такая вот позиция, знаете, помоги себе сам, когда вы знакомитесь с человеком не по принципу каких-то прям личных интересов, а на базе каких-то социальных интересов. То есть, знаете, как какие-то на форуме у кого-то спрашиваете советы, рекомендации, либо какие-то прочие моменты. То есть, это знаете, как, а потом окажется, что вы совмещаете приятное с полезным. Но первоначально цель знакомства будет несколько иная. Если вы состоите в любовных треугольниках, то восьмерки мечей отношения, которые вас затянули, в которых вы залипли, которые для вас являются токсичными, вы это понимаете. Но вот позиция здесь, это, знаете, помоги себе сам, потому что разорви то, что тебя не устраивает. Помоги себе сам, и увидишь свет в конце тоннеля, по тройке жезлов увидишь новые возможности. Здесь, скажу честно, вы к этому пока не созрели, ну, как знать, может к концу недели сделайте какие-то выводы, пока вам крайне сложно что-то здесь поменять, изменить или на что-то решиться. Эмоции берут вверх, они не дают вам сделать какой-то решительный шаг. Если вы в стабильных связях, опять же, туз мечей или ложка мечей, да, как мы здесь видим, ложка мечей, туз ложек, так будет корректно. Острый вопрос, острая ситуация, наболевшие конфликты, которые, знаете, как взорвутся, как вулкан в рамках этих семи дней. То есть то, что вы длительный период замалчивали, не хотели озвучивать, стеснялись, не хотели нарушать стабильность в семье или в союзе. Теперь просто вспылите, как спичка. Рыцарь мечей это всем высказать свою точку зрения, всех поставить на место. Ну, понимаете, тут такая у вас позиция и наказать, и похвалить их и кнутом, и пряником. Потому что здесь вы сначала человеку дали нагоняя, потом оказали, кажется, помощь, и по тройке жезла, знаете, я говорю, давай жить дружно, давай вместе сосуществовать, двигаться дальше, строить планы, цели и идеи. Но это, знаете, больше как проговорить то, что вас не устраивает, то, что вы длительный период замалчивали. На самом деле позиция правильная, потому что замалчивание чего-либо на более длительный период еще больше, знаете, как придут эти конфликты, как снежный ком. Но будут набирать-набирать обороты и потом вылиться в какие-то серьезные конструктивные разногласия. Поэтому, если считаете что-то нужным высказать, не замалчивайте, говорите, сразу идите в конструктивный диалог, таким образом добьетесь положительного результата. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы не работаете, то есть вы не работающий пенсионер, вы домохозяйка, либо вы в декрете. Здесь конфликтные ситуации, потому что шестерка Пентакли и тройка Жезлов, это, знаете, как требовать помощь. Неважно, это выплата алиментов своевременная, или это какие-то социальные дотации, субсидии, пенсии, там еще какая-то социальная помощь. Это как выбивать, либо требовать перерасчет, либо каких-то дополнительных однонадбавок. То есть позиция помоги себе сам, то есть приложить максимум усилий в конфликтной ноте, конечно, вы будете эту помощь требовать. Но, тем не менее, по тройке Жезлов добьетесь решения вашего вопроса, вашей ситуации. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в статусе соискателя, то по семерке мечей могут вам предложить какой-то нелегальный заработок, знаете, как помощь свыше. Но взвесився за и против, вы поймете, дадите еще человеку нагоняй. Конечно же, от этого взаимодействия откажетесь и по тройке Жезлов дальше будете в поиске. То есть будете искать для себя что-то более перспективное. Если вы наемный сотрудник, то может прийти осознание. Первое, но в лучшем случае, это фактически как нерабочая неделя, потому что вы можете работать или дистанционно, или, допустим, по этим картам, просто как служебная внеплановая командировка. То есть активной работы как таковой нет. Это в лучшем ключе. В худшем ключе, это конфликтная ситуация, которая приведет вас к пониманию, осознанию того факта, что вам здесь ловить нечего. То есть нужно искать что-то большее, лучшее, комфортнее. То есть вы можете принять решение о том, что пора отсюда увольняться. Если у вас свой собственный бизнес, то по королеве Пентакли это стабильность, это процветание, это новые возможности, это заработок. Но через нагонять, через нагонять тем подчиненным, которые, допустим, сели вам на шею, или через нагонять вашим партнерам, которые не выполняют свои обязательства. И теперь у вас такая вот будет позиция утром деньги, вечером стулья, потому что шестерка Пентакли, тройка жезлов, это как платить, только уже как заполученный результат. То есть вы знаете, как изменение концепции деятельности вашей работы, вашего предприятия. То есть не прощать, а мне давать долг, то есть вести какой-то иной способ работы. По состоянию здоровья. У тех, у кого склонность к артритам, обратите на это внимание, потому что неделя в этом плане может быть сложной. Или у кого есть протрузии, либо межпозвоночные грыжи, потому что на неделе они могут вас потревожить. Во всем остальном, стабильное положение вещей, стабильное состояние здоровья, нормальное самочувствие. Что в негативе? Ну в негативе вот ваши страхи, с которыми придется бороться, и вы будете эффективно с ними бороться. В чем они конкретно заключаются? Это боязнь поднимать какие-то споры, какие-то конфликты. Ваша задача закрыться. Закрыться, потому что вы считаете, что так лучше, так легче. А по факту не легче, потому что конфликт будет назревать, назревать, и потом вспыхнете, как спичка. Это наберет больших оборотов и приведет к более плачевным последствиям. Также для кого-то это борьба с чувством панических атак, чувством внутренней тревоги. То здесь это через проработку с врачом, с психологом, при помощи каких-то медикаментозных препаратов. Совет. Четверка мечей. Это знаете, дайте себе покоя, отстаньте от себя. Потому что четверка мечей это отдых, это состояние покоя, восстановление, это реабилитация, это релакс. Это в первую очередь отстранение каких-то проблем и переживаний. Это в позитивном ключе. Еще в негативном ключе, по четверке мечей, это ставить жирную точку, убивать на корню все то, что вас не устраивает. Отношения ваших близких или коллег, которые сели там на голову уже, либо подруг, которые там вас вампирят и используют в своих целях. То есть, знаете, ставить точку в потребительском отношении к вам. Будь то бизнес, социальные взаимоотношения, дружеские взаимоотношения или взаимоотношения личного характера. То есть это такая вот позиция, как раньше больше быть не может. Вот видите, убить эту ситуацию на корню. То есть это такой вот основной посыл по карте, которому вам нужно следовать. И посмотрим с вами неожиданность этого периода. На что рассчитывать, к чему готовиться. Кольцо, женщина, коса и дно колоды змея. То есть это проявление мудрости. У кого-то, знаете, как сбросить старую чешую и начинать жизнь по-новому. Ну, в первую очередь, что? Смотрите, кольцо, женщина, коса. Это менять каким-то образом соглашение. Либо разрывать отношения, контракты, договора, которые вас не устраивают. Потому что кольцо, союз, договор, отношения, общения, в которых вы были заинтересованы. Но по косе это как ставить ультиматум. То есть это отсекать не нужно. Либо менять в ту сторону, в том векторе, который вас будет устраивать. Ну вот смотрите. Я даже запросила у карт, что будет, если вы поступите, как вам карты рекомендуют. Звезды, ребенок, гора. Это преодоление препятствий к своей мечте, к каким-то новым проектам, начинаниям. И как следствие по собаке, это, знаете, как доверяльно проверяет. То есть вам как бы все катаются на вашем доверии. Но это, знаете, как бы понимать, что всему как бы свое время. Потому что по этому аркану вы готовы должным образом отдавать отдачу, дружбу, какую-то помощь тем, кто это заслуживает. И относятся к вам так же. Вот такая у вас неделька. Неделька непростая, но, как вы знаете, мы всегда негатив перекрываем позитивом. Поэтому пусть все-таки вы на этой неделе будете решительны. Прорабатывайте свои страхи. На одном колонне мы положим вам короля чаш, как акцент на то, чтобы вы были довольны своими решениями и теми результатами, которые они вам принесут. Что ж, вот такая семидневка. От вас, как всегда, жду обратной связи. Как она для вас отыграется, в каком ключе. И какие события она вам принесет. Я же вас искренне благодарю за просмотр. Благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.